Всем большой привет, друзья! Вы на канале Семена Партнер. Вместе с вами Виталий Декабрёв. И сегодня посею кабачки, расскажу о том, какие сорта и гибриды лучших кабачков буду сеять, и о том, как правильно кабачки поливать. Присоединяйтесь! Конец апреля, друзья! И это значит, что в средней полосе России, в центральной части нашей необъятной родины пора уже сеять кабачки на рассаду для выращивания в открытом грунте. Идеальный возраст рассады кабачков 25 дней, прибавляем плюс-минус 3-5 дней на всходы. И получается, что именно сейчас пришло время посеять кабачки. Давайте, наверное, вначале я расскажу, какие сорта и гибриды в этом сезоне буду выращивать. Конечно же, ни один сезон не обходится у меня без кабачка Хьюга. Вот чем он так хорош? У него очень компактный куст, потрясающая урожайность и устойчивость к болезням. То же самое касается и кабачка Ясмин. Я очень люблю желтые кабачки. Во-первых, на грядках они выглядят, да и мне кажется, вот вкус у них, ну, совершенно другой. Не знаю, какие кабачки мне нравятся больше всего, желтоплодные или зеленоплодные, вот в виде цукини. А что гадать? В общем, все можно вырастить на своем участке. Который год уже выращиваю кабачок Нефрит. Вот этот кабачок, кстати, очень-очень долго хранится. Ну, естественно, кабачку нужно вырасти вот до такого размера. И, конечно, мой огород не обойдется без патисона Солнышко. Вот его я буду в основном мариновать. То есть, к приготовлению блюд он не пойдет. И собирать я его буду прям вот такими вот 5-рублевыми монетками. Не буду давать ему перерастать, чтобы отправить его в баночки с маринадом. Все эти кабачки от агрофирмы Партнер спрашивайте в магазинах города, либо заказывайте, уж точно там есть, на сайте в интернет-магазине Семена Партнер. Ну что, приступаю к посеву, так сказать. И сеять я буду вот в такие стаканы с выдвижным дном объемом литр. Ведь кабачки будут расти 25, а может быть, кто ее знает, какие погодные условия будут. Хотя кабачки я буду в обязательном порядке высаживать в грядке с белым нетканым материалом. Там все-таки компенсируется разница температур. Но, тем не менее, достаточно долго кабачки будут расти, поэтому объема грунта желательно предоставить побольше. И вот в этом случае литровые стаканы как нельзя придутся к стаке. Грунт. Все тоже очень просто, как всегда, покупной. 10% вермикулита и 10% биогумуса. Все тщательно перемешивая. Грунт должен быть очень рыхлым, влага, воздуха проницаемы. Иначе корневая система будет плохо развиваться. А может быть, и даже подгнивать. И, в общем, мы с вами можем пролить яйца рассадой. Поэтому вот хорошая порция вермикулита просто необходима. Грунт у меня готов. Доверху стаканы заполняю. Грунт осядет после полива. Дрова из грунта убираем. Вот все-таки нет еще пока какого-то грунтового, идеального, чтобы вот был чистый достаточно. Все равно попадаются какие-то деревяшечки. Но, в принципе, ничего страшного в этом нету. Эти деревяшки гнить не будут. Заполнили. Слегка утрамбовали прям рукой. И полили. Эх, для обеззараживания. Ведь приготовил фунгицид биологический и забыл его налить в лейку. Ничего страшного. Сейчас внесу полезных бактерий, которые будут защищать наше растение от болезней. Особенно вот от корневых гнилей. Грунт утрамбовываю. И раскладываю семена. Ну, наверное, не буду нарушать традиции. Отправлю по два семя. А, красивый. А красивый – это значит семена, обработанные фунгицидом. Кстати, друзья, если мы не видим вот такую яркую окраску семян, это не значит, что они не обработаны. Есть все эти прозрачные у нас фунгициды. И постарайтесь при посеве раскладывать плашмя семена. Так они лучше сбрасывают семенную камеру. Присыпаю с таким расчетом, чтобы семена оказались где-то на глубине полтора сантиметра. Вот, собственно, и все. Моментально сделали посев. И теперь мы с вами будем обеспечены ранней продукцией этой культуры. Конечно, можно посеять кабачки прямо в открытый грунт и получать урожай. Но попозже, попозже, на месяц. А мы же хотим, лето у всех короткое, хотим все пораньше, быстрее, чтобы уже помидоры вот такие вот в конце мая были. Остается только мне слегка полить кабачки, так, чтобы не размывался грунт, и семена у нас не всплыли. Можно и просто опрыснуть. И вот как раз о поливе кабачков я с вами и хотел поговорить. Ведь многие до сих пор допускают ошибки в поливе этой замечательной культуры и не наслаждаются богатыми урожаями. Кабачок поистине считается одной из самых неприхотливых культур, но, тем не менее, и с ним могут возникнуть некоторые проблемы. Одна из которых – неправильный полив. Давайте по пунктикам разберемся, чтобы быть максимально подкованными информацией. Огородники часто поливают кабачки без системы и не учитывают потребности и особенности овоща. Неправильный полив может помешать развитию культуры и лишить части урожая. И, как всегда, есть несколько типичных ошибок, которые огородники допускают чаще всего. Первая ошибка – полив холодной водой. Кабачок – культура теплолюбивая, а значит, корни не выносят холода. Не нужно поливать кабачки ледяной водой. Для кабачка это стресс, способный повлиять на рост и вызвать его затормаживание. А в некоторых случаях – подгнивание корневой системы и гибель растения. Сделаю, конечно, ремарку. Я имею в виду регулярный полив только холодной водой. Если это происходит иногда, ну, не успела вода в баке прогреться, а полить нужно срочно – поливайте. Не такой уж у нас кабачок и недотрога. Обильный полив перед началом плодоношения. Если обильно поливать кабачки до стадии плодоношения, они могут начать формировать только пустоцветы. А плоды завязываться не будут. Либо завяжутся, но начнут подгнивать. Если видите много пустоцветов, однозначно сократите полив. Дайте почве полностью просохнуть и только тогда поливайте. И то не обильно. Тут, знаете ли, стресс стрессом вышибает. Дефицит воды подстегнет кабачки к завязыванию плодов. Чересчур влажный грунт на этапе плодоношения. Когда начинается плодоношение кабачку, влаги нужно немало. Однако, если сильно заливать грядки, особенно в жаркую погоду, влага под кустом и плодами будет сильно испаряться. И, так скажем, прогревать завязи и плоды, которые, собственно, могут осыпаться. Это не мои наблюдения, а одного опытного огородника. Согласитесь, информация немного противоречивая, но имеет место быть. Неправильный способ полива. Зачастую многим неохота лазить лейкой или шлангом под раскидистый куст кабачка. Поэтому полив производят сверху куста по листьям. Не могу сказать, что кабачкам это не нравится. Однако, подобный полив не всегда полезен культуре. Нельзя поливать по листьям в солнечный жаркий день. Капли воды могут выступить в качестве линз и вызвать ожоги. Как на листьях, так и на плодах. А если погода стоит прохладная, то капельки могут вызвать подгнивание. В общем, как видите, ничего уж такого сложного в поливе нет, зная все эти нехитрые правила. На сегодня у меня все. Вместе с вами работал Виталий Декабрёв. Друзья мои, возможно, что в ближайшее время наш любимый YouTube закроется. И в связи с этим предлагаю вам всем перейти на наши площадки в других соцсетях. Вконтакте, в Одноклассниках и в Яндекс.Дзене. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео. А также заглядывайте в интернет-магазин Семена Партнер. Там, как всегда, много всего интересного. До встречи. Желаю здоровья вам и вашим растениям. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова